Ответ зависит от аудитории. Ну да, понимаю, что есть камера, но просто вот часто у этих людей так получается, когда один человек спросит, выйдет один ответ, в другой есть вариация в ответе, то есть все притягивают то, что им нужно услышать. То есть вот Саша спросит что-то, допустим, у вас или у меня или у того же папа Джи, или у кого угодно, у пьяницы на улице, привлечется один ответ, кто-то другой спросит, у одного того же человека тот же вопрос и может выйти абсолютно другая информация. Каждым персонажем играется уникальная роль, вроде играется, допустим, роль так называемого освобождения или роль, как называется, реализации, это всего лишь роль, но у всех это по-разному, нет никаких правил, то есть, допустим, если Игорем играется, телом Игоря играется роль, как будто бы в нем просыпается эта сущность, эта же сущность играет роль пьяницы на улице, чтобы быть на улице, но роль не меньше важная у этого пьяницы, чем у Игоря. И вот и сразу отсюда, и у меня, например, возникает вопрос, то есть, если как бы принять концепцию, что ничего никогда не было, ничего никогда не будет, просто так все есть, то зачем нужна вообще вот эта вила, эта игра, вот этому как бы осознанию играть все эти роли, все эти игры, для чего это все нужно вот именно в этом смысле? Если нет ни прошлом, а не будущее? Не будущее, а вообще все просто иллюзия, вот все, что как бы… То есть, зачем эта иллюзия нужна? Зачем эта иллюзия нужна, зачем вот эти игры, зачем эти персонажи, зачем вот все вот так задумано, так вот устроено? Для чего это? До тех пор, пока сейчас нами используется ум об этом размышлять, нам не даст, нам не дается точный ответ. По причине, потому что, во-первых, нет одного ответа. Часть ответа – это самопознание. То есть, есть один, только один, который играет эту иллюзию. Нет ничего, нет… Нет тебя, нет него, нет… Ну вот вопрос-то, для чего, что ему можно, что нужно познать, если все есть, просто вот самопознающий, нет непознающего, непознаваемого, непознаваемого… Да, но есть самопознание, то есть, вот это то, что есть, как бы, вот эта сущность в ее, так сказать, начальной, в оригинальной стадии, она как бы не осознает сама себя, она не знает, что она есть. То есть, она просто есть вот этот, как будто бы, как бы, океан вот этой вот сущности, без сознания. и вот из нее, как будто бы возникает urge, urge, как вот нежелание, возникает urge, вдруг возникает потребность самопознания. И, то есть, вот создаются вот эти bubbles, как бы пузырьки, как будто бы иллюзорные, как будто бы отдельные от этой сущности, то есть, как бы сущность как бы себя теряет, как будто бы играя роль, представляя, что что-то есть отдельно от нее, представляя, только на уровне мысли. Пока через как будто бы потерю себя в этой иллюзии, она не просыпается к осознанию того, что оно есть. Вот вам английский легче намного в этом смысле. Может быть, да. Тут же вот и сразу как бы происходит такой момент, что вроде мы понимаем, что как бы нет, не стоит прикладывать, применять какие-то усилия, какие-то вот желания чего-то достичь. И тут же как бы вот вот эта всеобъемлющая иллюзия, которая вот связана с этими играми, лилами, которые вот как бы подразумевают под собой вот именно самопознание, там чего-то, познание. Да. Как вот это все тоже вот сказали. Да. Но это вот, с одной стороны, самопознание. Но это не в смысле, что узнать самого себя, что я такое. Не в смысле узнать, из чего я сделано. Самопознание. И откуда я произошло, это невозможно, потому что говорится, что это невозможно. Но просто узнать, что я есть. Осознать, что я есть. Не осознать, что я такое. В смысле, я вот эта сущность начальная, изначальная. Понимаешь? То есть слова русское, в смысле, самопознание. Значит, просто осознать, что я существую. Но в то же время эта игра, это как бы игра в двойственность, получается, как любовная игра с самим собой. То есть ты себя теряешь, и через любовь себя находишь, и себя же любишь. Как будто бы играешь роль, как будто бы вот этот, чем я играю, вот эта кукла, как сказать, кукла тряпочная, марионетка. Вот мы как бы, эти тела, это как будто бы такие марионетки, да? Вот она играет вот в любовь. Ну вот тогда как вот Вы бы ответили на вопрос от Романа Махаши? То есть кто я? То есть он же вот как бы рекомендовал задавать этот вопрос. Вот кто по-вашему я? Именно я. Кто я? Опять-таки, ответа, любой ответ, который выходит в человеческих словах, это уже отслоение от правды. Ну это понятно. Это безусловно. То есть любой человек, который скажет, только я знаю, кто я, я просто, я типа того, что у меня там где-то там пробуждение как будто бы, и теперь вот я могу описать. Это уже значит неправда. то есть это как бы предсказ, что невозможно ожидать какого-то, какой-то истины, потому что истину не выразить. Ну допустим, это просто, это то, что, во-первых, кто я? Да. То есть даже, даже само ощущение я, это уже последствия, это не оригинальный статус, это не оригинальный статус как бы вот этого, этой сущности, потому что я это выходит как выражается от этой сущности. То есть сущность это как бы, это вот оно, вот это вот. То есть это просто есть. Ну вообще возможно ли дать вот определение там освобождению, там реализации, не знаю, как просветлению? Это всё игра. Любое определение, это будет частью игры и иллюзий. Потому что всё, что есть, это вот это оно. То, что осознаёт, то, что это оно, что осознаёт. Оно, из чего всё исходит, но всё, чего нету. То есть даже всё, что создаётся, это всё равно всё нереально. То есть всё вот мысли из этого исходят. Они исходят и уходят. Представляются миры, представляются люди, как будто всё это множество, его нету. Оно приходит и уходит. Все эти чувства, любовь из этого исходит. То есть из этого вот этот вот, как же сказать, слово urge. Ну, когда хочется вот узнать, что я есть, как бы. То есть это то, что просто есть, нету ему описания. То есть это не что-то, но это, как вот выходят слова из этого, по крайней мере, тела. Это не что-то, но это тоже не не что. То есть это не что, потому что там нет вещей, это не цвет, это не состояние временное. То есть это не состояние, что ну скажи, как это чувствуется, это что, это вот грудь разрывается. То есть это всё, это не то всё. Это просто оно, это то, что всегда в тебе есть, это то, что ты есть. Вот это есть как бы и во мне, я понимаю. Вот в чём тогда разница между просветлённым человеком и непросветлённым? Вот это есть и в том, и в другом. Да, а нету разницы, потому что есть только одно. И ты этим есть. Хочешь ты этого или нет, осознаёшь ты этого или нет. Это оно, что наблюдает за твоими вопросами. Вот ты сейчас сидишь на меня смотришь. Но кто смотрит? Ты это, в данный момент, может быть, есть это ждествование с Сашей, что Саша смотрит и интересен какой-то вопрос. Если ты тихонечко понаблюдаешь, кто за глазами сидит? Кто смотрит через твои глаза? Кто слышит ответы от Авы через Аву? Кто смотрит на эти фрукты? Вот это вот то, вот оно здесь сидит в тебе, смотрит, это и есть оно. Ну да, это есть. То есть разница между тем, в ком это пробудилось или нет, нет никакой разницы. Просто никакой, это такое же тело сделано из представленных молекул. Нет никакой разницы, это просто роль. Есть только один, вот один, вот один, который играет. Разница в том, что внутри есть как бы осознание, что этого, а в другом нет осознания. А какая разница, есть осознание или нет осознания. А как вот происходит это осознание? То есть вот как человеку понять, что он осознал? Только есть как бы опыт через Аву, не знаю как это случается, как бы… Ведь эти ощущения, они как бы в какой-то части… Именно вот в момент осознания или как? Да, в какой-то мере они в каждом заложены или как-то есть изначально, все есть. Да. Вдруг раз, а человек, можно которого назвать, скажем, не просветленным. Вдруг понимает, что он осознал, так скажем. Ну вот, нет такого точного, нет такого точного описания. Просто вот изначально как бы… Ну вот, допустим, через… Были кое-какие книги… Были кое-какие книги… И когда они читались, в сердце зажёгся огонь. Огонь как бы узнавания правды. Но это не был как бы момент пробуждённости, это как бы был сигнал, это что-то открылось. И потом с этим каждый день жилось, и жизнь каждый день… То есть через аву как бы думалось всё время об этом. Только вот думалось это вот о Боге, что Бог – это всё. Но это было немножко интеллектуально, но сердце горело вот этой правдой. И, допустим, жизнь каждый день доказывала эту правду, пока оно не прилилось в бессомненную… Как бы осознание, что, несомненно, всё есть Бог. То есть всё есть – это оно. Да. А в детстве у Аллы были какие-то такие моменты именно узнавания? Нет, в детстве… Нет, в детстве как-то верилась в Бога просто. Как-то вот… Как в шесть лет покрестили в православной церкви. Просто была вера какая-то в Бога. И так интересно… Просто когда была маленькая, что-то захотелось там, я не знаю, кота захотелось. Поймите, а родители не разрешали. И молилась, просилась Бога – дай мне кота, и вот его мне дали. Это было такое волшебство, потому что мои родители не переносят котов. И вдруг Бога попросило, и они купили. Ой, это же вера, что Бог есть у ребёнка. Это была бесконечная благодарность. И вот и всё. Больше ничего не было. И с тех пор всё время Бога всё просилось и всегда благодарилось. Через свои маленькие молитвы. Вот такое. Вот и всё. А потом в семнадцать лет кто-то задал кое-какие вопросы на тему религии. «А почему ты веришь в Бога?» «А почему, а почему, а почему?» И понялось, что не знаю ничего, что понялось, что никогда не узнается правда. Истина никогда не узнается. Ну, у меня так понялось, как будто бы, что нет смысла следовать никакой религии. И только следовать своему собственному чувству. А чувство было, что Бог есть, а что это и как это неизвестно. И вот и всё. И полностью отпустилось желание познать. И просто вот было такое, что следовать вот этому чувству. И вот оттуда потихоньку, не так потихоньку что-то происходило, а как будто бы... Мне было двадцать один, двадцать лет, и мне мама дала книгу «Свеж», по-моему, «Карма» называется. И там описывается о том, ну вот, о концепте, что нет ни плохого, ни хорошего. Это было, что, как бы, вся жизнь — это, как бы, цирк. Как бы, мы всё, как бы, притягиваем то, что нам положено. Как бы, ну, всё такое, что нет различия между людьми. И это вот в сердце, это действительно узналось. То есть вот была неделя, когда не видела разницу между людьми. В смысле, не было, там, богатых, бедных, там, как бы... Машины все одинаковые. То есть, как бы, была просто любовь ко всему. Просто такое сознание, всё одно такое. Вот, потом прошло, как бы... Прошло, но с тех пор стало на опыте как будто бы своём удостовериваться в правде вот этого чувства. То есть каждый момент моей, этой жизни, было, как бы, в убеждении правды вот... Правды, которая узналась во время прочтения этой книги как будто бы. А сомнения какие-то были в этом? Вопросы, сомнения? И как вы через это проходили, если было такое? А вот, вот как-то вот не помню. Просто было... Просто очень... Была открытость. Вот не было... Вот не знаю, сомнения, не сомнения. Нет, вот было всё открыто принято. Это не то, что эта книга просто приняла всё дословно. Нет, просто сердце, душа сердца услышала какую-то правду. Но логика сказала себе, что да, вот кажется, что эта правда звучит хорошо, вот любовь там... Я уже не помню, что, ну... Что всё происходит... Всему есть причина, что нет ошибок ни в чём, что... Это всё звучит хорошо, но как бы нужно проэкспериментировать на своём собственном опыте. То есть одно дело прочесть, а другое дело жить этим и быть этим, и удостовериться, что это правда вот в жизненном опыте. И вот с тех пор каждый день на всё смотрелось вот с той точки зрения. И жизнь сама показала правду этого всего. Ну вот с того момента не было такого вот забывания, как бы, или вот момента, чтобы... Забывания чего? Ну вот этого ощущения того, что, как бы, вот всё есть. Нет. Совершенно. Ну что человеку, вот как бы Вы посоветовали относиться к жизни? Вот как Вы относитесь ко мне вообще? Ваши ощущения? Как Вы посоветовать невозможно, ну можно, совет может выйдет какой-то там, но это не значит, что... Каждым человеком сущностью играется уникальная роль. И это уже есть ты. То есть уже всё сделано в тебе. То есть оно тебя, или тебя, или там кого-то ещё, любого человека, уже ведёт туда, как будто бы куда нужно. То есть если Ава играется роль, там, вот так натурально ничего, просто никуда не стремиться, или там много благодарности, или там любовь к этому Богу. Это одна, это просто, это такая роль играется. Потом друг другому даётся полностью отказывание от всех... А, и вот, допустим, Ава никогда ничего не, как сказать, отказывалась ни от чего. В смысле, была жизнь, была там, и семья была, и танцы, шманцы, и выпивка была. То есть не было такого вот, прямо, святого стиля жизни. Нет, абсолютно. Всё в этой жизни было проэкспериментировано. То есть... Ничего не было... Вот, то есть это одна дорога, да. Есть те, которые там всю жизнь посвящают Богу, в горах медитируют, отказываются от всех материальных вещей. То есть они тебе дадут совет, откажись от всего материального, да. Другой там йогу делает, я не знаю. То есть нет... Нет одной дороги. Нету дороги. Вот, на русском языке это слово дорога. Нет дорога. Потому что дорога — это идти куда-то. А ты уже есть. То есть некуда идти. Роль играется. То есть у каждого своя роль. Поэтому посоветовать невозможно ничего. Это только ты можешь слушать, так сказать, своё сердце. Сердце. Ну это слово такое не очень... Ну в смысле да, слушать твоё сердце. То есть всё, что в тебе вызывает воодушевление, это и есть твоё. То есть в одном воодушевление вызовется, окей, вот с этих пор я ничего больше не хочу кушать и только питаться солнцем. Ну вот такое вот воодушевление такое. Вот он идёт, он раз и это им делается. Да? Да. Ну ведь существует как бы вот, ну не знаю, понятие, не понятие, но многие определяют это как привязанность. Привязанность вот к тому же пути. К тому, что вот что-то воодушевляет. Вот если что-то воодушевляет, не является ли это какой-то привязанностью вот к этому воодушевлению? Может... Всё может быть... Ну это нет ответа, это всё... Нет одного, это всё зависит, это всё зависит от ситуации, от роли. Может возникнуть привязанность. Привязанность в смысле в том, что привязанность создаёт ожидание чего-то. То есть, допустим, человек начинает следовать какому-то методу, потому что ожидает от этого что-то. Но когда есть ожидание чего-то, это что-то не может прийти, потому что оно уже есть. Как что-то может прийти, когда ты его ищешь там, ищешь, что оно придёт в будущем, когда оно уже здесь? То есть пока человек ждёт, что что-то придёт, в смысле вот это вот осознание своей сущности, оно, скорее всего, не может прийти. Я говорю, скорее всего, потому что всё может быть. Но, скорее всего, оно не может прийти, потому что когда ты ждёшь чего-то, что-то придёт... Это значит, как будто бы у тебя его нет. Да. Точно. То есть оно – это ты, это уже есть, уже всё, оно есть. Это просто как будто бы, окей, может, я его ещё пока не осознаю, но я знаю, что есть. Ну вот я есть, есть. Когда придёт, тогда придёт. Если не придёт, не придёт. Ну вот, по крайней мере, вот у меня было такое вот, ну что-то типа этого, никогда ничего. Уже потом, когда узналось, что, а, оказывается, вот есть такая реализация ещё, оказывается, что нет такого вот воссоединения. Это может, окей, но всё равно, ты мне уже, Боже, как будто бы показал, что всему своё время ты, ты решаешь, когда чему прийти, когда чему-то раскрыться. То есть, Ава, опять, Ава – просто единственная мама. То есть, поэтому было всегда доверие абсолютное, то есть, ну окей, если в этой роли должно присутствовать ещё какое-то пробуждение, окей, как будет, будет, не будет, не будет. Аве ничего не нужно, потому что Ава нету, есть только Бог. То есть, понимаешь? Ну вот, тем не менее, то есть, не было никакого стремления куда-то пытаться, пробудиться, ничего делать. Но, тем не менее, всегда что-то делалось, потому что каждый день было какое-то… Кто-то книгу даст какую-то, кто-то какое-то упражнение покажет. И я это делала, но дело не для того… Дело просто потому, что на данный момент вот было это интересно. Вот раз что-то по делу упражнения – ой, приятно. По делу недели… То есть, это изначально было такое, как бы, что не ради результата, а ради просто самого процесса. Просто. Просто чувствуется, потому что вот что-то вот интуитивное, оно чувствуется хорошо. А есть ли у Вас мнение по какому-нибудь любому вопросу, кто-то вопрос в связи, что такое мнение? Мнение. Ага. Мнение… Мнение… Есть ли мнение по какой-нибудь вопрос? Есть ли мнение? Ну, раз вот сейчас же разговаривает… Наверное, мнение… Я не знаю… Чьё мнение? Ну, мнение только одного. То есть, у Абы мнение быть не может. То есть, даже если покажется, что Аба на какой-то вопрос отвечает мнением, это всё равно иллюзия. То есть, нет мнения… Ага. То есть, нет мнения… Если это иллюзия, то вот Вы – иллюзия или нет? Да, конечно. Всё иллюзия. Всё, что может быть увидеться глазами, почувствоваться кожей или чем-нибудь почувствоваться – это уже иллюзия. То есть, я – сущность, это единственная правда. Единственная правда, единственная реальность – это то, что никогда не меняется. Это то, что всегда есть одно, неизменно, не зависящее ни от чего. Всё остальное, всё, что меняется, имеет свойство быть испытанным, прийти, уйти, показаться исчезнуть, появиться исчезнуть – это всё нереально. Вот таким образом пришло осознание вот этой сущности. А что произошло – это как бы закончить вопрос, который ты вначале спросил, ну как произошло вот это, как ты поняла, что… Как понялось, не я поняла, как понялось вот это осознание. То есть, как бы, осознание уже после пробуждения. То есть, пробуждение было два года назад, когда уже зналось, как бы, зналось, ничего не зналось. В смысле, когда уже осознавалось, что есть только Бог. В эмоциональном эпохе вот чувствовалось, что я вот через глаза смотрит Бог. Ну вот, то есть, когда я приехала в Тиро Ванамалай, была на пару сатсангах муджи и одного цезаря. И пошла первый раз в пещеру. Пошла в первый раз в пещеру… Скандашам? Скандашам? Да, да. Скандашам. Пришла в первый раз, села… Опять ничего не ожидать. Чего ожидать? Ну, пещера. Пришла, села в эту светлую комнатку. Закрыла глаза. Ну, просто мысли обычные такие – пришли, ушли. Обычные мысли повседневные, что-то там, воспоминания какие-то. Пришли, ушли. Потом раз, заметила эту мысль. Пришла, ушла. Пришла, ушла. Потом вдруг вот такое… Такие вот мысли как бы пришли. Окей, все меняется. Это все не постоянное. Стало представляться, окей, это тело Абы, допустим, оно было ребенком. Чувствую. Допустим, вот Аба сидит и вот такие мысли смотрит. Вот Аба была ребенком, тело было ребенком, постарше, была постарше. Все менялось, как на кинопленке. Вот такая вот кинопленка прошла Абы как бы изменение ее тела. Теперь вот эти мысли, которые только что прошли, они пришли и ушли. Пришли, ушли. А кто же это тот, кто не как всегда за этим всем смотрит без изменений? И вот она и была. Вот тогда это было, что просто вот на фоне вот этих вот мыслей, которые заметили, что пришли и ушли, вот эта идея, вот тело, которое, и вот, а вот, а что же всегда присутствовало, всегда за этим наблюдало? Всегда есть оно. Вот оно я. А вот многие говорят, что чтобы ощутить, или не ощутить словно, непонятно, ну, чтобы быть здесь и сейчас, вот именно в таком каком состоянии. Многие говорят, что надо восстановить ум. Это все иллюзия. Потому что это не иллюзия в том смысле, что у каждого своя роль. У многих это произошло, когда как будто бы был остановлен ум. У Авы ум только помог. Только с помощью мыслей обнаружилась в себя эта сущность. Это когда... Окей. Дело в том, что в последние годы единственные мысли, которые у Авы были, в основном это про Бога. То есть мысли были только о Боге и о том, как жизнь как будто бы устроена. В смысле, переполнено было. То есть был в какой-то степени как будто бы ум себя, сущность ум как будто бы подготавливала. Но никто никогда в этом теле не пытался ум остановить. Понимаешь? Понимаю. И вот на тот момент вот этого вот узнавания, это только с помощью мысли. Потому что мысль помогла. Она пришла, какая-то обычная приземленная мысль. Она пришла и ушла. И она ей помогла. Потому что с помощью замечания того, как она приходит и уходит, осозналась это. То есть, опять-таки, если в чем-то опыте как будто бы у кого-то остановился ум и пришло это просветление. Прекрасно. Ну, невозможно. Невозможно. Все возможно. Ну, то есть, но останавливать специально ум, чтобы достичь просветления, это не поможет. Значит, то есть практики не помогают. Какие-то практики вот по реализации не помогают, да? Да, но в то же время, но всегда есть «но». В то же время, как будто бы практики не помогают. Но тем не менее, если кем-то играется роль, и кто-то воодушевляется какой-то практикой, исследуют этой практике там много лет как будто бы, в итоге находят какое-то осознание, что практика на самом деле не нужна, и происходит просветление. Но тем не менее, эта практика сыграла свою роль. Ничего не бывает зря. Понимаешь? Да. То есть даже вот Цезарь, например, говорит, что вот, если бы я знал, верните мне все деньги, которые я потратил на все эти духовные поиски, на все эти практики медитации, верните мне деньги, это все было зря. Но он шутит, ничего не зря, потому что раз это было им сделано, значит эта игра сыграла свою роль, пусть это будет просто, это все роль, это все иллюзия, это просто игра одного. То есть, та практика, которая суждена по роли одному, не будет функционировать на другом. Но может быть, допустим, ты встретишь какого-то там, кого-то там, и узнаешь о его практике, и у тебя будет действительно одушевление в этом. Просто вот, ну вот тоже тебе захочет это делать, практику делай, если есть это воодушевление. Не то, что, окей, теперь я это буду делать, потому что ему помогло, хоть мне не нравится, ну ладно, вот ему это помогло, заставлю я себя. Мне очень понравились ваши слова, что никогда ни с кем себя не сравниваетесь. Да, нет смысла. Я никогда не задала себе вопрос, кто я. А можете ли вы порекомендовать или назвать, ну как бы, ну простойных, реализованных людей? То есть вот на кого, так скажем, не то, что равняться, а просто вот порекомендовать, так скажем. Равняться абсолютно ни на кого никогда. Я неправильно слово употребил, просто. Опять-таки, это все, допустим, Саша, пароли уже, ты уже, тебе пароли приводятся те люди, те книги, которые тебе пароли нужны. То есть если Ава была как в свое время воодушевлена, там Лао Цзу, знаешь Лао Цзу? Да. 81 81 verses, я не знаю как по-русски. У него есть 81 куплетов, что ли, Лао Цзу. Вот, вот это было вот в тот период пробуждения, так называемого, где-то два с половиной года назад. Ли Руми, Руми, поэт. Руми поэт, да. Руми, о, его поэзия, это был такой вот, читались его поэмы, и даже не понималось точно, о чем он говорит, но слезы лились градом. Там просто в сердце такой был разрыв. Вот, Руми. А такой тогда вопрос, вот вы коснулись поэтов, там, что для вас творчество, и что это такое творчество вообще? Творчество, искусство? Это все самовыражение Бога. Есть все только одно. Все художники, все поэты, это все игра одного того же. Как-то может этот аспект помочь? Одному поможет, другому нет. Это что вам пороли, что кому пороли суждено? В истории тело Абы было написано, вот тогда-то она, вот сейчас она читает Руми и вот находит вот такое вот, такое вот узнавание какой-то вот этой правды. или вот через Авой, Авиной рукой нарисовалась картина, а она на нее смотрит и немножко что-то пробуждается. И не знаю, откуда эта картина получилась. Потом через два года оказывается, что эта картина как бы предсказывает то, что эта картина в картине нарисовалась, через два года случилось как бы. Вот, то есть искусство, что искусство – это игрушки одного и того же. А вот какова роль просветленного человека? И как бы есть ли потребность или необходимость передавать то, что как бы пришло, ощутилось, проявилось, осозналось? Это неизвестно, это опять-таки зависит от роли. Один пробужденный пробуждается и все равно в нем играет, телом играется роль как будто бы учителя, как будто бы который помогает пробудиться другим. Другой пробужденный может проведет всю оставшуюся жизнь в пещере, не встретясь ни с одним. Вот, допустим, нету правил, абсолютно неизвестно какую роль. Допустим, вот пару лет назад или в Аве было воодушевление разговаривать с людьми об этом, как бы воодушевлять их, найти, чтобы они поняли, что счастье – это здесь и сейчас, его не ищут нигде, не искать нигде, оно здесь, это выбор быть счастливым. Вот было такое воодушевление поделиться с людьми, что Бог – это все и все такое. В последнее время, допустим, вот в данный момент, в настоящем, так сказать, неизвестно, что будет завтра, да, или неизвестно, что будет через час. А вот видишь, сколько я уже говорю, я столько не говорила уже месяцами. То есть в последнее время, до вот этого момента, как вот сейчас разговор, не было абсолютно никакого воодушевления ни с кем разговаривать. То есть ни с кем делиться по поводу пробуждения, по поводу Бога везде, потому что знаю, что и так во всех Бог, нечего учить, нечего даже делиться. То есть в Ави нет и до сих пор никакой в данном моменте мотивации кого-то что-то научить, или кому-то помочь. А возможно ли научить кому-то? Потому что это невозможно. Потому что все есть воля Бога, так сказать. Все есть воля этой сущности. И если на то есть воля, эта воля пробуждает в любом ВАВе, в Игоре, в Муджи, в это воодушевление пробуждает этот разговор. То есть пробуждает эти слова или мотивацию. Да. Но изначально нет. Вот, вот и все. А что для реализованного человека смерть? Для... Наверное... Ну ее нету. Или вот, например, страхов существует ли? Ну, страх зависимости существует. Ну да все, нет такого одного ответа. Наверное, для всех по-разному. Не знаю, ну слышала как бы. Допустим, это тело, иллюзия тела создано, что как будто бы тело запоминает какие-то... Как сказать? Ой, не знаю, как по-русски это все говорит. То есть у тела может произойти реакция страха, допустим. Вот если меня корова западала неделю назад, я вижу корову, и происходит зажимание. То есть это как бы натуральный рефлекс. Да? Допустим, ну там страха смерти, допустим, нет по одной причине, что понимаете, что нету смерти. То, что тело, это просто иллюзия, что, окей, тело приходит и уходит, мысли приходят и уходят, а я-то неизменно, неизменен, неизменно. Ну страхи бывают у человека, реализовавшимся? Это зависит от... Я не знаю, потому что как бы Ава как бы находится в этом иллюзорном процессе еще. То есть как говорится, что как будто бы по этой истории два года это еще новорожденный. Понимаешь? То есть, не знаю, говорят вот те, которые, допустим, пробуждаются, и у них там все время идет какой-то процесс. Потому что пока есть тело, и существует роль, и существует игра. Иллюзия вот этого процесса существует. Понимаешь? Вы ощущаете необходимость в этой игре, то есть вот сама игра, в самом процессе? Я еще не оберюсь ничего. Раз оно есть, значит нужно быть. Оно есть, и ничего не нужно, ничего не хочется. То есть, не знаю, раз оно есть, значит оно должно быть. А саму роль вы какое-то предназначение там как-то вы это определяете? То есть существует это вообще или нет? Предназначение? В смысле чего предназначение? Есть такое слово предназначение. Кого? В смысле? Человека. В смысле, а вы или в общем человека? Извините. В смысле, а вы или в общем человека? А вы, например? То есть, предназначение а вы абсолютно не важно? А другого человека? Ну так же не важно. То есть, раз что-то есть, здесь и сейчас, есть только здесь и сейчас. Да. Раз в данный момент существует иллюзия Саши и иллюзия Игоря. Раз оно есть, значит оно должно быть, значит в данный момент этому есть какое-то предназначение. А какое – не важно. Просто знаете, что раз есть, значит нужно, значит есть. Но предназначение – это уже иллюзия, это значит как бы что-то в будущем. Нет, раз и здесь это есть, есть фрукты, есть стол, есть люди, значит есть этому предназначение. То есть, но нет никакого интереса или потребности узнать, куда это все поведет, в смысле, какой будет следующий настоящий момент. Не имеет никакого значения или интереса для любопытности даже узнать. Не знаю, это ответилось. Про эмоции, они же все присутствуют, правильно? Эмоции. Не знаю, в случае с Савой это немножко было бы очень лимитированное чувство и эмоции. В данные, в последние пару лет, по крайней мере, человеческие чувства, эмоции, очень их мало. А если… Опять, но я слышала у других, не знаю, не знаю. Ну, это если проявляется какая-то эмоция или там вот что-то чувствуешь, ну, что привязался к какой-то мыслью. То есть, как к этому относиться? Есть рекомендация постоянно следить за мыслями и за тем, что… Быть наблюдателем, прежде всего. Что в этом, как бы, случае делать, как вот… Ну, в смысле, а что делать? Мысли приходят и уходят. Раз, заметилось, что к мысли… А, была… Раз, привязан… Ой, извините. Заметилась привязанность к мысли. Окей, она заметилась. Дальше. Окей. Заметилась привязанность. Ушла она натурально. Или наблюдается, привязанность остается, она наблюдается, наблюдается, пока сама с собой не уйдет. Ну, да, ну, обычно, как раз, я не знаю, я про свой случай говорю, что… Возникает какая-то досада, то, что вдруг, к чему-то опять что-то привязалось, что-то там, как бы, какой-то раздражитель появился. Да, это очень натурально, то есть… Это очень знакомо тоже в этом случае. То есть, бывает, что… Бывало, бывает, что… Что… Сейчас пустится, совсем секунду… Так называемая досада от того, что… Привязанность… Потому что есть идея, что привязанность – это плохо, непривязанность – это хорошо. Ага, понялось. Это просто была идея. Раз это было, раз заметилась привязанность, значит, это нужно, чтобы было. Ты же не можешь изменить… Невозможно изменить то, что произошло. Ты только его можешь наблюдать. Невозможно остановить мысли от их потока. Ты замечаешь мысли только тогда, когда она уже пришла. Ты не можешь предотвратить мысли, правильно? Да. Ты же заметил, что какая-то вот негативная мысль раз пришла, ты ее только можешь замечать. То есть, невозможно ничего сделать с этим. Только можно как-то на это отреагировать, когда уже увидел мысли. Ну, даже реакция не от тебя как бы зависит от того, что… Даже реакция – это свойство мысли. То есть, когда это осознается, это тоже привыкается. То есть, любые мысли, привязанность, непривязанность, раздражение, воодушевление – это все одно и то же. Ты просто замечаешь. Окей, заметил раздражение. Ну, ладно. Заметил. Дальше пошли. Опять раздражение. Ладно, что можно с этим сделать? Замечаешь просто. Он приходит – уходит. Приходит – уходит. До тех пор, пока ему нужно. Ну, когда… Эдин так показывает по этой игре, как будто бы, что когда мы начинаем как будто бы придавать много значения этим мыслям, тогда они усиливаются, когда мы пытаемся их изгнать, потому что, как бы, мы думаем, это неправильно. Оно предотвращает мой… замедляет мой духовный подъем. Мы пытаемся это изгнать, оно еще больше остается и атакует, пока это просто не примется и просто за этим наблюдается без эмоций. Ну, именно в этом случае? То есть надо просто как бы… Отпустить или что? Как? Если может. Если не отпускается, то что… Значит, не отпускается. То есть просто вот так как бы… Если может отпуститься, отпускается. Если не отпускается, значит, ему не надо отпускаться. Значит, не время этому отпускаться. Есть только одно, что отпускает или не отпускает, замечает или не замечает, принимает или не принимает. Есть только одно, что больше нет. Истинный ответ, есть только одно, только воля этого одного. Все, больше нечего, мысль. Да, вот так вот интересно, как один нам дает мысли, что люди могут что-то дать. Мы как раньше думали, окей, ну Бог же говорит правду, а вот люди и так вот это все переводят. Вот, допустим, вот я раньше думалась так, что вот, допустим, даже в Библии или в текстах Будды, там же явно, ну, как бы правда явно, как бы описано. Почему люди читают и не просветляются. Вот люди это все переводят на свой манер, а потом думают, а какие люди, кто переводит? Всего есть один, кто дает мысли этим людям что-то создавать ту же иллюзию. То есть люди сами по себе ничего не... нет, люди, а это просто мультяшки. И в то же время вот это чувство благодарности переполняет, вот, благодарность, скажем так, Али, Миды. То, что вот все так происходит, все так случается, 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 случается разговоры. И просто благодарность все. Да, благодарность, конечно, в этой игре жизни сильная вещь, кажется. Опять-таки, это в роли Аавы, допустим. То есть это как бы создатель, так называемый, создает иллюзии жизни, как будто бы с правилами причины и последицы, да? То есть, допустим, показывает, вот, дает Ави чувство благодарности. Через Аву там что-то там благодарен. Потом раз, в Ави как будто бы благодарность, потом после этого как будто бы дается какое-то вознаграждение. Ну, вознаграждение неожидаемое, допустим. Ава потеряла деньги, поблагодарила от всей души, раз еще больше денег Ави далось. Да, вот так. Ну, то есть вот, то есть как будто бы нету правил, нечего посоветовать. Но, тем не менее, создается такая иллюзия, что вот, вот, дается пример человека, который вот посмотрит тот на него и скажет, окей, он поблагодарил, а потом как результат вознаграждение, значит, как будто бы благодарность ведет к чему-то там. Хотя этот человек никогда не выбирает благодарить, это уже Бог через него благодарит, чтобы показать, как бы, иллюзию, чтобы была. Или там кто-то среагирует, или, допустим, наоборот, кто-то никогда ничему не рад, да? Да, потерял, ой, как плохо, еще больше потеряет. То есть создается иллюзия вот такой, но все равно нету правила вот такого. Потому что когда человек, если посоветую, окей, вот, благодари за все, а ну, если нет чувства благодарности, то есть... Неискренности. Да, если, или если кто-то будет благодарить в ожидании, что что-то вернется. А, да, тоже. Опять это ничего не произойдет. Ну, с другой стороны, если кто-то воодушевится вот концептом благодарности, и действительно искренне вот появится благодарность... Ну, она либо есть, либо ее компанию, ее ведь насильно не вызываешь. Ну, да, конечно. Ну, опять-таки... Нет, ну, можно же это, не то, что насильно, можно же слукавить. Ну, с другой стороны, опять-таки, вот, один человек может посмотреть на пример какого-то благодарного человека, и быть искренне воодушевлен, и действительно вот принять вот эту благодарность. Но все равно это не потому, что кто-то научил. Это не заслуга вот этого человека, от которого пришло воодушевление. Это просто игра одной сущности, которая как будто бы восприняла это через другой канал. Это все одна сущность играет. То есть, никто тебя никогда ничему не научил и не научит. Только ты сам себя пробуждаешь. Ну, да, если еще учесть, что как бы все есть, просто есть и все. Это не значит, что нельзя судиться, что все просто нужно отдавать. То есть, можно судиться с любовью в душе. Да, да, да. То есть, даже если опять, если любовь чувствуется. В смысле, можно, все будет вами делаться, как будет делаться. Вот, и вот к этому как бы выводу я пришел, но я пришел тоже не сразу. Были много этапов, потому что с одной стороны сначала возникло чувство неправильности, жадности. Не жадности, в том смысле, а вот жалости. Конечно, ну как же так. Да, все по воле одного, что окей, вот сейчас чувствую пойти в суд и вот там выложиться, окей. Но есть вот внутреннее знание, что все равно все так, как есть. Ничего не в твоем контроле. Даже если в данный момент есть иллюзия контроля, ты можешь что-то сделать, куда-то пойти, кому-то что-то сказать, говори. В любом случае, все произойдет по воле одного единственного. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень приятно. Спасибо вам большое.